Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня будем о серьезном говорить. В частности, вот только стала известна информация о том, что в Иркутске число жертв тех, кто пострадал от отравления настойкой боярышникам, выросло уже до 78 человек. По этому поводу у нас в студии сегодня находится главный врач областного наркологического диспансера Лидия Рыбальченко. Здравствуйте! Ну, давайте, собственно, действительно, тема у нас такая очень серьезная и невеселая, с одной стороны, а с другой стороны радует тот факт, что зато амурские службы поработали очень хорошо. Насколько я знаю, что при Амуре тут вообще практически выбилось в лидеры, потому что с 26 декабря по 8 января 280 литров боярышника было изъято. Из-за бихода. Ну, вот вы в своей работе сталкивались ли вообще с такими отравлениями? Ну, естественно, в частности, вот на этих праздниках. Да, на этих праздниках, ну, во-первых, да, статистика, прямо и вещь. Сначала вот я бы начала с статистических таких моментов. Чистые цифры. У нас в этом году только в Благовещенск поступило за эти 8 дней 73 человека. Я имею в виду неотложную помощь, отделение неотложной наркологической помощи. В прошлом году 108. Уже значительно меньше, и это радует. Что касается отравлений, острых отравлений спиртосодержащими препаратами, здесь, конечно, вот беспрецедентная акция, которую инициировал Роспотребнадзор, правительство Амурской области, оно дало свои результаты. Отравлений суррогатами у нас за этот день всего, за эти дни всего 2 человека подтвержденных. Отравлений алкоголем выше 3 промилле, это очень высокое содержание, и оно на грани, и в коме у нас поступали, на грани жизни и смерти было 8 человек, кроме вот этих суррогатов. Значительно меньше, чем в прошлом году. Что касается употребления, у нас было 2 вот этих употребления суррогатов, связанных с употреблением витасепта, не боярышника, а витасепта, и из-за анамнеза, да, когда мы этих больных пришли, они в себя, мы их спрашивали, они были приобретены раньше, чем наступило вот этот вот период акции изъятия спиртосодержащий. Я хочу сказать, что изъяли такое большое количество литров, его можно поставить на кровенство, сколько жизни спасено амурским жителям, вот той акции, которая была проведена, это, конечно, очень здорово. И, наверное, она еще в полной мере не оценена самими потребителями этих спиртосодержащих жидкостей. Ну, я тоже думаю, что, наверное, это сложно будет оценить, да, кому-то, потому что для них это было крайне неудобно, да, что вот так вот взяли и изъяли, и не разрешают продать. Да, да. Но что здесь опасно? Опять же, давайте вот если разобраться именно с медицинской точки зрения, да, ну, мы знаем, что там это спиртосодержащая настойка, да, соответственно, там высокий градус достаточно алкоголя именно. Чем опасно, из-за чего происходит отравление? Отравление происходит по двум причинам. Во-первых, от отравления от высокого содержания самой дозы употребляемого алкоголя. И вот у нас поступали больные, ну, к сожалению, это вот просто вот констатация факта, поступали больные и в коме, и причем употребляли не самый дешевый алкоголь. То есть доза определяет, да, что является ядом, а что является лекарством, как всегда. Это первая доза. А вторая, боярышник, вот если мы разбираем ситуацию с боярышником и витосептом, там содержание, он технический спирт, он не медицинский спирт, но он был без примеси метанола, чего опасно употреблять. Это метанол. И случай в Иркутске, трагический, конечно, случай смерти, которые произошли, я не думаю, что там была цель заставить употреблять этот метанол. Это случайно произошло из-за цены, но гарантии дать о том, что в следующей партии боярышника не будет этого метанола, никто не может. Да и вообще, и название это было для наружного употребления, но ни в коем случае не употребление. Цена определяла покупку этой спиртосодержащей жидкости. Этого не должно быть. Не должно быть никаких случайных вообще употреблений и гаданий на кофейной гуще. А вдруг там метанола нет, и я выживу и употреблю, и буду в состоянии опьянения. Поэтому все действия, которые были направлены в Амурской области, правительство Амурской области, они, конечно, совершенно правильные. Они именно ориентированы на спасение жизни. Хотя и сами спасенные, да, спасибо, конечно, не скажут. И мы опасаемся именно примесей, суррогатов примесей, которые могут вызвать смертельное отравление алкогольным. Ну вот мы сказали, да, уже в начале, что в Иркутске 78 человек погибло. Но есть же и определенное количество тех, кто употреблял, находятся в больнице, но они, слава богу, выжили. Но последствия, тем не менее, насколько я знаю, от применения вот таких вот настойок, они могут быть тяжелыми. Они могут быть тяжелыми, они могут быть до полной слепоты, неврологически серьезнейшие расстройства, полиневропатия развивается. То есть те, которым повезло, они выжили. Ну не все, не берем 100%, но осложнение, мы можем предположить, осложнение очень тяжелое. Вообще-то такие больные, то есть их выхаживать сложно? Это счастье, что они выжили, употребив метанол. Это просто вот повезло, вот в самом прямом смысле слова. Обычно, к сожалению, медицина здесь бессильно, там возникает ментальная смерть. Ну мы с вами периодически действительно встречаемся, да, и говорим и о статистике, и вообще о поведении, наверное, о культуре какой-то, которая у нас появляется. Ну появляется ли она, опять же, вот если сейчас посмотреть в разрезе того же 2016 года? Мы общий еще у нас отчет, естественно, мы в феврале подведем итоги, да, по области. Мы можем говорить о городе, и вот мы в течение трех лет говорим о том, что происходит среди населения, происходит стабилизация употребления алкоголя и развитие заболевания. Что это значит? Это значит, что, во-первых, ориентация на молодое поколение возрастной, да, вот возраст от 25 лет до 40, такой самый работоспособный возраст, в которой становление личности происходит, когда человек реализуется в полной мере. И мы здесь с удовлетворением констатируем о том, что значительно меньше употребляющих, чем берем даже 5, и уже не говорим о 10-летней, да, вот мы анализируем. То есть ориентация населения в целом и России, и Амурской области, мы не отличаемся, все время подчеркиваю, мы не отличаемся совершенно от России в целом. Она идет на здоровый образ жизни. Это становится нормой для молодых людей, для подрастающего поколения. Это, конечно, замечательно, потому что гораздо больше интересных других дел, чем употребление алкоголя и времяпровождение в алкогольном. И должна быть действительно культура питья, потому что здесь, наверное, двойные стандарты будут, если мы говорим, что вот не употребляют никто, употребляют, но употребление должно носить здравый характер, да, здравомыслящий характер употребления алкоголя, если человек вообще употребляет алкоголь. И действительно идет стабилизация заболеваемости, идет снижение количества алкогольных психозов, то есть когда человек уже не контролирует употребляемую дозу и доводит себя до состояния достаточно тяжкого, тяжкий недуг. Это вот мы констатируем. — Я так понимаю, по области ситуация несколько тяжелее, чем в городе Благовещенске? — Области в целом тяжелее, да. Связано это очень много с экономическими моментами, социальными моментами, даже тот факт, что отдаленность от центра, неполучение в полном объеме медицинской помощи, все играет роль. В общей сложности Амурскую область, я не думаю, что мы выйдем за 2016 год с снижением, с какими-то показателями по 2015 году. То есть разбавляются здесь вот эти вот. Хотя, конечно, мы в долгу перед районами, не перед областью в целом, а вот перед районами, которые находятся далеко от Благовещенска. И здесь принимаем мы меры, и Министерство здравоохранения думает по этому поводу, по всем направлениям здравоохранения, оказания лечебной помощи, и в частности по наркологической выезжать, надо оказывать помощь на местах. Ну вот когда мы говорим об оказании помощи, это одно, да, наверное, улучшение происходит именно тогда, когда мы чаще говорим о профилактировании, о профилактике. Ну вот здесь мы как-то действительно приблизились к какому-то такому приятному стечению обстоятельств. Да, профилактика, она не только говорить о том, да, словесно говорить о том, насколько это вредно, это тоже очень важно. Вообще человек должен, да, все знать, почему вредно. То есть должно быть четкое разъяснение, индивидуальное по возрасту, по полу, четкое разъяснение каждому человеку, почему вредно он должен это знать. Но профилактика – это и тот огромный пласт мероприятий, который в целом проводится и правительством Амурской области России, в целом, да, который направлен именно на отвлечение человека от употребления любых психоактивных веществ. И вот в этом заложена вся наша жизнь, профилактическая жизнь. То есть человек должен выбирать и иметь право выбора, что интереснее. Ну, я надеюсь, что выбор будет все-таки правильным, и что людьми будут оценены те меры, которые осуществляются, собственно, и те люди, которые их поддерживают в этой непростой ситуации. Спасибо вам большое, Лидия Борисовна, что пришли к нам в гости. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Лидия Рыбальченко, главный врач областного наркологического диспансера, а вы смотрели программу «В центре внимания». Будьте здоровы и счастливы!